И вновь спорткомплекс Подмосковья стал центром притяжения любителей мини-футбола. Далеко не в первый раз здесь проходит финал всероссийских соревнований мини-футбол в школу, объединяющих мальчишек и девчонок со всех уголков страны. Все они не обучаются в специализированных спортивных секциях, но явно одно – школьники просто влюблены в этот вид спорта, борются за титул чемпионов, выкладываясь на все сто. В финале ребят приветствовали заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, именитые спортсмены, районные власти и другие почетные гости праздника. Хочется сказать огромное спасибо хозяевам гостеприимным московской земли, в данный момент администрации Щелковского района, конечно, Министерству спорта Московской области за то, что больше 10 лет, а если точнее 12 лет гостеприимно принимают финал общероссийского проекта мини-футбол в школу. Потому что мы понимаем сегодня, это не пустые слова, здоровое поколение, а любые слова должны превращаться в дела. Здоровое поколение – это наша надежда, это наше будущее. Поэтому я всех поздравляю, в первую очередь ребят, педагогов, тренеров, весь оргкомитет, который проделал огромную работу по организации и проведению этого события, и, конечно же, нас всех вместе. Это настоящий праздник спорта. Более миллиона трехсот тысяч участников от 10 до 18 лет. В этом году к проекту присоединились тысячи школ со всей России. В финале же встретились сильнейшие. Более 90 команд боролись за главные трофеи в четырех возрастных категориях. Цель соревнований – объединить любителей мини-футбола, а также сделать этот спорт по-настоящему массовым. В этом году фестиваль набрал рекордное количество участников, собравшихся в одном месте в одно время, и был занесен в Книгу рекордов России. Щелково уже стало родной землей для многих детей, подростков со всех уголков нашей страны. Этот прекрасный зал, который был построен еще при управлении районом Твердохлебовым Леонидом Андреевичем, стал просто меккой для многих наших спортсменов, которые получили путевку в жизнь благодаря этому залу. И считаю, что не случайно на этом финале был зафиксирован рекорд России, где этот проект признан самым массовым школьным проектом в нашей стране. За 12-13 лет этого проекта миллионы детей познакомились с мини-футболом, со спортом, и многие получили счастливую путевку в жизнь. Самый массовый финал спортивного мероприятия для школьников С результатом 1152 участника объявляю официально зафиксированным. В финальной же игре сошлись команды юношей 2000-2001 годов рождения из городов Кончакары и Якутска. Игра получилась по-настоящему напряженной, играли действительно на равных. К концу второго тайма счет на табло составлял 0-0. Показательной стала серия пенальти. Здесь фортуна улыбнулась Якутску. Удалось отразить атаку и вырвать победу со счетом 3-2. Это грандиозные эмоции. Мы играли в мишинстве и по пенальти выиграть такое. Я до конца сам не верю, что мы это сделаем. Это просто шок. Продолжился праздник ярким шоу. И вот и наступил самый торжественный момент вечера награждения победителей. Лучшие из лучших в финале всероссийских соревнований мини-футбол в школу. По традиции на торжественном закрытии фестиваля наградили лучших игроков и голкиперов сезона. И, конечно, бронзовыми, серебряными и золотыми медалями и кубками команды девушек и юношей. Главным же призом фестиваля стала поездка в лагерь чемпионов Челси. И именно обладателем главных трофеев соревнований командам из Якутска, Углича, Москвы и Свердловской области выпала такая честь. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».